Этот конкурс сильно отличается от общеевропейских. Это не соревнование на тему, у кого ноги длиннее. Здесь, кроме внешней красоты и обаяния, оценивают ум и находчивость девушек. Перед участницами стоит важная задача – представить богатые традиции, обычаи своего родного края. На нашем конкурсе нет девушек в купальниках или как. Это проводится конкурс интеллектуальный, чтобы девушка знала про свою историю. Она ведь будет показывать и национальные блюда, и национальные костюмы, будет свою визитку показывать, то есть свою семью родословную. Тема конкурса – единая. Подготовка к замужеству по древним марийским обычаям. Конкурсантки должны были приготовить приданное – сшить своими руками одежду, украсить ее вышивкой. Девушка земли Акпарса – это еще и мастерица на все руки. Она вкусно умеет готовить национальное блюдо, как, например, коман-мелна – кровец. Испокон веков марийские женщины славились своим умением не только вышивать и готовить. В Горномаре считают, их девушки должны быть талантливы во всем. Не зря в деревнях говорят – плоха та девушка, что не умеет играть на гуслях. Внешние качества, конечно, это очень хорошо, если Бог дал красоту, стройность, грацию. Какую-то скромность, трудолюбие. Вот самые хорошие, эти самые лучшие качества, ну, естественно, она должна быть музыкальной, она должна быть доброй. А мои девочек все берут замуж, потому что они все умные красавицы и гуслярши. Жюри предстояла нелегкая задача. Из семи красавиц выбрать одну. Мнение зрителей и судей совпало. Самая красивая, трудолюбивая и творческая девушка земли Акпарса живет в селе Еласы. Победительницей конкурса стала одиннадцатиклассница Алена Данилова. Умение вести себя, держаться на сцене, готовить, вязать, вышивать – это главное качество настоящей девушки земли Акпарса. Она должна соответствовать этому. Я считаю, что я соответствую. Другие участницы конкурса не расстраиваются, ведь главные победы у них впереди. Надежда Садовина, Константин Югов, Иван Николаев, Вести Муриэл, город Казмодеменск. Редактор субтитров А.Семкин